Цифры статистики – упрямая вещь. Сегодня в нашей стране практически каждый второй брак заканчивается разводом. И с вопросами по поводу урегулирования семейного конфликта к юристам, адвокатам и иным специалистам обращаются все чаще. При том, как женщины, так и мужчины, что для нас не совсем типично. Еще недавно представители сильной половины человечества интересовались своими правами и обязанностями гораздо реже, чем сейчас. Мамы решительнее, это порядки вещей, да, и поэтому они знают и побольше, и ловко этими пунктами руководствуются. А папы инертные, они вот даже выходят из зала сюда и понять не имеют, что вообще происходит и к чему это все приводит. А только спустя некоторое время, иногда и год, и полтора, они понимают, что они, по сути, прав уже совершенно всех лишены. И восстановить их порой не представляется уже возможным. На минувшей неделе в Центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста по инициативе Молодежного общественного объединения «Наследие» прошла встреча с юристом Сергеем Соловьевым, который ответил на целый ряд непростых брачных вопросов. Какие условия могут содержаться в контракте? Какими правами обладает отец после развода? Что такое гражданский брак с точки зрения закона? И почему штамп в паспорте не просто отметка? Список интересующих тем оказался широк и охватывал различные сферы жизни человека. На сегодняшний день, если обращаются к нам папы, в семьи, которые находятся в разводе, чаще всего вопросы возникают о отцовстве, то есть о, так сказать, опекунстве отца над детьми. То есть на сегодняшний день при разводе суды предпочтения отдают мамам, то есть дети, чтобы оставались мамами, а не отцам, к сожалению. Хотя на основе вообще всех правоотношений родители имеют равные права, как мамы, так и папы. К сожалению, наши папы не всегда хотят брать на себя ответственность по уходу за детьми после развода. Зачастую они все остаются алименчиками. Сегодня просто хотелось бы немножко поднять вопрос о заключении брачного договора. Ничего страшного нет. Сегодня отношение к браку сильно отличается от того, каким оно было еще пару десятилетий назад. Свобода выбора порой играет злую шутку, разбивая человеческие судьбы. А потому специалисты советуют к вопросам создания семьи подходить, пусть и с горячим, любящим сердцем, но с холодной головой, только осознав ответственность и принимая список прав и обязанностей до конца.